И снится нам Почему вчера еще ты за мной была Поговори со мною, мама О чем-нибудь поговорим До звездной полночи, до сава Мне снова детство подай Домик на окраине Скоро он будет снесен Только лишь в памяти, в памяти Вечно останется он Земляки, те, кто радость и горе Разделит с тобой земляки Кто к плечу рядом станет Не в сгоде любой земляки 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 28 лет назад, 16 февраля 1996 года, ушел из жизни известный советский композитор, автор песен Поговори со мною, мама, каскадера и трава, у дома, Владимир Мигуля Ему было всего 50 лет И он мог бы прожить намного больше Если бы не драматические события 90-х годов, спровоцировавшие развитие тяжелейшего недуга Хиты Владимира Георгиевича Исполняли Иосиф Кобзон, София Ротару, Валентина Толкунова и другие звезды эстрады У Мигули свой путь обычным клавишником начинал Игорь Крутой Владимир Георгиевич Мигуля родился 18 августа 1945 года в Сталинграде в семье военного летчика и медицинского работника Володя с детства любил слушать песни и мечтал научиться играть на фортепиано После окончания музыкальной школы хотел развиваться в этом направлении Но мама Володи Мигули была уверена, что ее сын пойдет по ее стопам и станет врачом Володя ради мамы даже поступил в медицинский институт А там, уже в самом институте, Мигули записался в эстрадный оркестр В итоге в медицинском институте Владимир Мигуля нашел в себе не медика, а пианиста Правда, Мигули институт не бросил, напротив, он написал заявление ректору с просьбой перевести его с лечебного факультета на стоматологический Но в то же самое время он поступил и в музыкальное училище При этом Мигули успевал и тут, и там, чем поражал не только своих педагогов, но и своих закадычных друзей, которым только снилась такая продуктивность Когда медучилище было окончено, Володя взял свой диплом, отдал его маме и сказал, что теперь точно уверен, что хочет быть музыкантом В начале 70-х годов Ленинград был главной столицей музыки, и именно туда Мигуля уехал покорять музыкальную вершину Ему улыбнулась удача при поступлении в консерваторию, он попал на курс к знаменитому композитору Слонимскому После окончания консерватории в 1974 году переехал в Москву, где начался его тернистый путь к славе Свою первую песню «Поговори со мною» маму он написал на пятом курсе консерватории И сразу же показал Ирине Понаровской, которая училась на курс старше Но артистке песни не очень подходило по стилю Тогда он предложил ее Марии Кадряну, но и она отказалась И только Валентине Толкуновой песня приглянулась После того, как Толкунова спела ее на новогоднем концерте песни «74» Мигуля стал знаменитым Именно с Владимиром Мигулей свои первые песни написали Симон, Асяшвили и Лариса Рубальская София Ротару исполняла его хит «Жизнь», «Дни летят», «Виа самоцветы», «Первое свидание», «Виа пламя», «Когда мы любим», Иосиф Кобзон, «Песню о солдате», «Виолейсе песня», «Ты шагаешь мне навстречу» и многие другие Владимир Мигуля создал много потрясающих музыкальных произведений Но самый большой успех достался песне «Трава у дома» на стихи Анатолия Поперечного Которая в Советском Союзе получила невероятную популярность И впоследствии стала официальным гимном российской космонавтики Впервые композиция «Трава у дома» была исполнена самим автором 12 апреля 1982 года в одной телепередаче Но только после того, как в 1983 году эту песню записала группа «Земляне» в жанре спейс-рок «Трава у дома» стала всесоюзным хитом и в дальнейшем получила культовый статус Песня много раз использовалась в советских мультипликационных и художественных фильмах Достаточно вспомнить знаменитую молодежную трагикомедию «Курьер» 1986 года выпуска «Трава у дома» стала лауреатом Всесоюзного музыкального телефестиваля «Песня 83» И эта композиция до сих пор остается одним из самых любимых и узнаваемых хитов времен СССР Сам Мигуля боялся выступать в прямом смысле до трясучки Хотя голос у него был волшебный Зал замирал во время его концертов Но Владимир Георгиевич так нервничал перед каждым своим выходом на сцену Что каждый раз за кулисами стояла его третья жена Марина Симония Она подбадривала композитора С Мариной композитор познакомился в Эстонии Они встретились на железнодорожном вокзале У него ко мне вспыхнула любовь с первого взгляда Чего о себе сказать не могу Но у меня к нему было не менее важное чувство Огромное уважение Мое отношение к Володе шло понарастающей Чем больше я его узнавала, тем сильнее любила Делилась Марина Владимир Георгиевич был разносторонне одаренной личностью Не только сочинял песни для именитых артистов Но и музыку для фильмов и мультфильмов А также стал актером Снялся в драме «Легко быть добрым» роль певца в кафе На протяжении всей картины звучит написанная им красивая музыка Первую жену композитора звали Анна Ершова Через пять лет супруги расстались Сохранить отношения не удалось даже ради маленькой дочери Юлии Бытует мнение, что разлучницей стала поклонница артиста Марина Леонова Мигули действительно на ней женился, но счастье влюбленные обрести не смогли Вскоре этот брак закончился разводом И лишь в третьем браке с Мариной он обрел настоящее счастье Мигули обожал жену и стал для ее дочери Катюши хорошим отчимом Пара мечтала о совместном ребенке В апреле 1987 года у них родилась малышка Дочь назвали Лиана Девушка, как и отец, посвятила себя искусству К началу 90-х годов Владимир Мигуля был одним из самых известных и успешных композиторов-песенников Интересный факт Молодой Игорь Крутой поначалу работал у Владимира Мигули пианистом И благодаря общению с мастером Крутой прошел хорошую школу и получил большой опыт, который ему в дальнейшем очень пригодился Но богатым Владимир Мигули не стал Свои песни он не продавал, а дарил Гонорары от исполнения были весьма скромными И основным источником его дохода были гастроли, во время которых он сам пел свои хиты Мигули мечтал открыть свой арт-клуб и музыкальную студию, чтобы помогать молодым исполнителям и заниматься продюсерской деятельностью Для этого композитор взял в аренду помещение на Арбате Он только делал первые шаги как продюсер и планировал заняться бизнесом, а по Москве уже ходили слухи о том, что он подпольный миллионер На его офис на Арбате положили глаз бандиты Когда композитор не захотел пойти с ними на соглашение, они попытались отобрать офис силой Незаконный захват помещения провела организация, которая делала там ремонт Жена композитора рассказывала, все случилось из-за офиса, хотели отобрать здание, которое у нас было В те годы царил передел собственности Мы хотели сделать фонд в помощь артистам, чтобы их не забывали Но нам не дали Семью преследовали, на домашний телефон постоянно поступали звонки с угрозами При этом милиция никак на это не реагировала 16 марта 1994 года неизвестные подожгли дверь их квартиры, а 7 апреля в автомобиль Владимира Мигули подбросили бомбу В результате взрыва погиб водитель, а сам композитор получил сотрясение мозга и ушибы Виновные так и не были найдены Однако страшнее всего был пережитый шок, разделивший жизнь Владимира на до и после Еще до покушения, врачи диагностировали у композитора боковой амиотрофический склероз, но пережитый сильный стресс спровоцировал резкое прогрессирование болезни Его супруга Марина рассказывала, пройдя через все муки, связанные с болезнью Володи, я убедилась, здоровый образ жизни не гарантирует человеку здоровья Судите сами, Володя никогда не курил, практически не пил, разве что изредка мог пригубить рюмочку ликера У него был боковой амиотрофический склероз, болезнь неизвестной этимологии Никто не знает, откуда она берется, зато все в курсе, к чему приводит, к летальному исходу И протекает очень тяжело, сначала человеку становится трудно говорить, потом двигаться, атрофируются мышцы, через какое-то время он не может даже глотать, мозг же при этом остается ясным Больше всего в то время Володя переживал не из-за того, что умирает, а из-за того, что не может работать, правая рука у него отнялась первой Но пока левая еще хоть как-то действовала, писал музыку Я сделала для него специальный столик, поставила туда клавиши Так он написал 17 песен В свои последние дни композитор уже не мог говорить, свои последние слова жене и детям он сказал лишь глазами 17 января 1996 года Владимир Мигуля слушал дома по радио прямую трансляцию своего первого авторского концерта Посвященного 50-летию композитора и 25-летию его творческой деятельности Сам он не мог присутствовать на концерте по состоянию здоровья А еще через месяц его не стало Причиной смерти была названа неврологическая болезнь, не подававшаяся лечению Но если бы не было того злополучного взрыва и сильного стресса, ускорившего течение болезни Композитор мог бы прожить еще несколько лет Даже спустя столько лет вдова вспоминает любимого со слезами на глазах Ведь имя любимого остается живым в ее памяти Он мне снится очень редко, может, потому что мы помним о нем с детьми и внуками Ну а когда снится, то сны очень светлые Он меня успокаивает, поделилась она